Я хочу представить вам лесовик Валентину Сергеевну. Она является заместителем главного врача по хирургии клинической больницы номер 85 ФМБ России. Василина Сергеевна, она кандидат медицинских наук. Но судя по тому клиническому опыту, который она представляет и вообще, который она имеет, я считаю, что она давно профессор или даже академик. И сегодняшний ее доклад называется «Специфика ухода за онкологическим больным при распаде опухоли». Я думаю, будет подтверждением этих моих слов. Василина Сергеевна, пожалуйста. Коллеги, добрый день. Гузель Рафаиловна, спасибо. Спасибо. Доктором наук я буду весной следующего года, поэтому осталось чуть-чуть. По клинике вы уже давно, по клиническим знаниям. Я это имела в виду. Коллеги, добрый день. Очень рада всех еще раз видеть. У нас с вами сегодня последняя встреча перед длительными летними каникулами. И тема ухода за онкологическими больными с распадающимися опухолями, она, конечно, всегда актуальна. Причем она актуальна как в детской практике, так и без сомнения во взрослой практике. И мы обсуждали, и с Дианой Владимировной обсуждали необходимость этого выступления. Я знаю, что многие из вас смотрят нас на данной платформе и в других округах, поэтому в этом году все мои выступления, они абсолютно разные. Мы, скажем так, отвечая на ваши посылы к нам, освещаем те темы, которые бы вы очень хотели услышать. Так вот, те, кто смотрят нас регулярно, этот слайд вы видели, видели в моей презентации. Это самые распространенные виды рака в России. На первом месте это рак молочной железы, затем рак половых органов, рак органов пищеварения, легкого трахеи бронхов, предстательной железы, различные раки крови и лимфатической системы, и раки кожи. Как вы понимаете, эти раки в зависимости от возрастных групп, от половых групп, они немного разнятся по частоте. Все это средние по стране таблицы, и вы прекрасно понимаете и в своей практике регулярно встречаетесь, что все представленные здесь группы, эти пациенты у нас всегда бывают, эти пациенты довольно склонны к распадам, в частности, что касается рака молочной железы. Я думаю, наверное, на той стороне экрана нет ни одного человека, который бы не встречался с распадающимися раками молочной железы либо половых органов. Синдром распада опухоли достаточно интересная история с позиции патофизиологии, с позиции клинической практики. И вы должны понимать, что когда происходит гибель клеток и распадается опухоль, появляется огромное количество продуктов распада. Поэтому синдром распада опухоли – это не только местная история, когда вы видите опухоль, которая кровит, которая нехорошо пахнет, которая может нагнаться и так далее. Но все это влияет и на организм нашего пациента в целом. Поэтому очень часто обращаются родственники, особенно если это касается выездной паллиативной службы, о том, что все было вроде бы как ничего более-менее стабильно, и вот вдруг что-то произошло, он не встает, не ест, не пьет, резко худеет и так далее. Если это не опухоль, которая расположена поверхностно и которую вы можете увидеть, то есть это раки кожи, гинекологические, урологические раки половых органов, раки кожи, допустим, раки трахеи желудка пищевода, которые прорастают и через гастростомы, вы должны понимать, что, скорее всего, у пациента, к сожалению, у него и так есть необратимый процесс. Но здесь совершенно становится понятно, что, увы, но дни его жизни приходят к концу. Основные осложнения этих опухолей, которые распадаются, это перфорация опухоли, если это полые органы или паранхематозные. Мы понимаем, что мы никогда с вами не увидим распад рака печени снаружи, но по состоянию пациента, либо по его КТ, либо УЗИ, мы можем понимать, что да, это происходит. Это пенетрация или прорастание опухоли, это стеноз органов полых, в частности, это стенозы пищевода, стенозы желудка, либо толстой кишки, то, что чаще всего встречается. Это кровотечение из опухоли, в частности, например, раки желудка очень часто сопровождаются кровотечениями, раки пищевода сопровождаются кровотечениями, раки толстой кишки, особенно левой половины, сопровождаются кровотечением, поскольку пищевой комок, который проходит через все этапы желудочно-кишечного тракта, он, конечно же, повреждает и так рыхлую структуру опухолевой ткани. Это разрывы опухолей, перекрозы, перекрутые опухоли, либо некрозы, это очень часто гинекологические раки, это перекрутые опухоли яичников или матки. Кроме того, распадающиеся опухоли могут приводить к свищам, как наружным, так и внутренним. Например, распадающийся рак толстой кишки, в частности, седьмовидный, либо прямой, может дать свищ, как с, допустим, полостью матки или чаще всего с влагалищем, так и, например, с мочевым пузырем. Это компрессия опухоли смежных органов. Опять же, это очень часто руки опухоли билиопанкреатической системы, это опухоли поджелудочной железы, например, которые мы делаем пациенту гастроскопию и видим с давлением извне и так далее. И, конечно, сочетание всех этих опухолей. А распад опухолей, он во всех этих девяти перечисленных пунктах, он есть. Но многие из нас, многие из вас воспринимают распад опухолей как то, что мы видим снаружи. Вот слева фото – это распад опухолей базально-клеточного рака кожи на фоне системной склеродермии у пациентки молодой, 37 лет. А справа слайд – это распад периферического рака легкого с формированием свеща наружного между опухолью и боковой поверхностью грудной стенки. Очень часто синдром распада опухоли мы его не замечаем фактически. То есть он течет абсолютно бессимптомно, лабораторные показатели могут быть нормальные, а у некоторых больных могут иметь изменения, может быть, изменения электролитного состава крови. И это часто замечают только врачи-реаниматологи, если наш пациент, например, по каким-то причинам находится в отделении реанимации. Но достаточно часто, о том, о чем я сказала ранее, мы не видим эту опухоль снаружи, но по каким признакам вы можете понять, что, скорее всего, у пациента происходит распад опухоли. То есть первое – это изменить со стороны сердечно-сосудистой системы. Это изменение пульса, либо его урежения, либо нарушение ритма, вплоть до остановки сердца, когда у больного на фоне распадающейся опухоли возникает избыток калия в организме. И это фиксируется на ЭКГ, потому что чаще всего в этот момент родственники вызывают 0,3, приезжает бригада скорой помощи и в любом случае в обязательном порядке снимают пациента ЭКГ. Со стороны нервной системы – это могут быть судороги, это может быть нарушение сознания, это парастезия, это изменение психики, и об этом нам скажут родственники, которые говорят, что да, он вчера ложку держал, сегодня не держит, либо он очень нервный, по любой мелочи он тут же возбуждается, начинает возмущаться, кричать, если у человека сохранена, допустим, речь. Со стороны мочевыделительной системы – это всегда проблема. Но чаще всего это развитие острой почечной недостаточности, причем как при опухолях мочевыделительной системы, так и при опухолях, допустим, гинекологических, когда опухоль, допустим, матки или яичника вовлекает в себя мочеточник, один или иногда оба, и мы понимаем, и родственники понимают, что пациент стал значительно меньше мочиться по общему объему, он часто становится более концентрированной и так далее. В данном случае, к сожалению, мы понимаем, что у человека нарастает уронический синдром, у него нарастает метаболический ацидоз, и эти вещи необратимы в большинстве своей. Ну и со стороны желудочно-кишечного тракта – это тошнота, рвота, диарея, кишечная непроходимость при опухолях кишки. То есть это вещи, с которыми встречаетесь вы регулярно, ежедневно. Если мы говорим по поводу опухоли, расположенных поверхностно, например, если взять рак кожи, то изъязвление кожи у этих пациентов может появиться достаточно рано. Причем вас не должно смущать. Очень часто нам говорят, что вы знаете, был там базально-клеточный рак кожи 40 лет назад, мы прошли лучевую терапию, либо радиотерапию, и все было хорошо. А сейчас вот на этом месте какая-то штучка, и она вот растет, и она как-то изъязвляется, либо кровит, либо нехорошо пахнет и так далее. Нужно понимать, что это может быть как изначальное место опухоли, но также это могут быть, например, внутрикожные или подкожные метастазы, если мы говорим с вами про такую опухоль, как меланома. К сожалению, вы знаете, она очень злокачественная, плохо, крайне плохо поддается лечению, и если пациент даже прооперирован, и даже, казалось бы, вовремя, мы не можем человеку дать каких-либо гарантий, назовем это так. И по этой причине очень часто опухоли, которые напрямую контактируются с окружающей средой, естественно, они неизбежно инфицируются. Поэтому присоединяется зловонный запах, они могут кровоточить, они могут покрываться гнойными налетами и так далее. Причем количество это отделяемого может быть достаточно большим. Больше всего эти пациенты с распадающимися опухолями требуют по большому счету ухода. То есть это очищение язвы от негротических масс, обработка антисептиками, мы должны понимать, что в данной ситуации обработка любым антисептиком, она допустима. Это может быть перекись водорода, это может быть хлоргоксидин, это может быть любой другой раствор, у которых сейчас огромное количество, тот же самый банальный мирамистин, который продается в любой аптеке. В этой ситуации, по большому счету, нет какого-либо вещества, которое было бы запрещено. Но здесь есть особенность. Если пациент у вас находится, у всех разные материальные возможности, поэтому по большому счету, если родственники по каким-либо причинам не могут купить ему антисептик, то достаточно просто помыть это место теплой водой с мылом, либо с шампунем, пожалуйста, это допускается. Плюс, если пациент, например, находится у вас в стационаре, то очищение этих негротических тканей можно производить как механическим путем. Это желательно выполнять под анестезией, хотя бы внутривенной. Сейчас есть большое количество и ультразвуковых аппаратов, различных кавитаторов и даже простой перевязки, которые выполняются под наркозом. Это возможно выполнять химическим методом и ферментативно. Ферменты, даже самые банальные, трепсин или химотрепсин, они способны очистить данную опухоль. Но вы должны четко понимать, что, например, если эта опухоль очень хорошо кровоснабжается, а в большинстве своем они очень хорошо кровоснабжаются, то химическим либо ферментативным методом вы можете вызвать у пациента кровотечение из этой опухоли. Что касается перевязок. Да, сейчас есть огромное количество перевязочных материалов, но в данном случае подойдет и перевязка обычная марлевая. Допустим, наложили марлю, забинтовали. Также можно очень хорошо использовать, в частности, такие средства, как наши впитывающие пеленки, как, например, памперсы, те же самые, если это какие-то урогенитальные раки, допустим. Да, это вполне допустимо. Этот слайд вы тоже, наверное, многие видели, многие помнят. Здесь представлены перевязочные материалы по типам. Я об этом уже рассказывала. Соответственно, повязки активные в настоящий момент времени. К сегодняшнему докладу применимо нас интересуют. То есть это гидроколлоиды, гидрогели с полиуретановой матрицей, повязки типа ФОМ, то есть из вспененных материалов, которые на себя принимают большое количество иксудатов. Конечно, сюда же входит, допустим, и терапия отрицательным давлением, что касается портативных небольших повязок, которые могут выполняться дома, допустим, либо могут выполняться специалистам палиативной службы выездной. Самое основное, что эти повязки должны иметь большой впитывающий объем, во-первых. Во-вторых, они должны иметь практически нейтральное отношение к той ткани, на которой они находятся, и, соответственно, обладать низкой адгезивностью. Потому что повязка, у нее, да, может быть клеющийся контур, но при этом повязка с самого места впитывания вот этого иксудата, оно не должно вплотную приклеиваться, либо прилипать к ране, потому что это, конечно, большие страдания для человека, когда эту ему повязку меняют. И в данном случае нельзя говорить о том, что, да, конечно, активные повязки меняются один раз в 3-4 дня у обычных пациентов, допустим, с хроническими какими-то ранами. У онкологических пациентов с распадающимися опухолями эти повязки меняются по мере необходимости. Это может быть раз в сутки, это может быть раз в 2 раза, 3 раза в сутки, в зависимости от того, с чем ваш пациент. Ну, в частности, гидроколлоидные повязки, они здесь представлены. Мы сейчас с вами находимся в сложной ситуации в плане, назовем это так, импортозамещения. И многие задают вопросы относительно импортозамещения. Здесь вы видите повязки, которые, допустим, в Москве их еще купить возможно. Не могу ответить, как в регионах, но наши коллеги, в частности из компании «Хартман», тоже говорят, что с этим есть сложности. И вполне вероятно, что повязок этих на территории России не будет. С рынка ушла с перевязочными материалами компания «Конватек», вам всем хорошо известная, с прекрасными повязками. Пока сохраняется торговля этими повязками через отдельные фирмы, но представительство самой компании и директора маркетинга в России, они покинули Москву. Поэтому я думаю, что мы столкнемся с тем, что этих повязок не будет в свободном доступе. Ну, пока они есть, вы можете их встретить, у кого-то они есть в запасе, возможно. Да, это очень хороший вариант. Это гидроколлоидные повязки, которые не прилипают, которые на себя берут огромный объем, превращают этот эксудат в гель, в такое подобие геля, как детские памперсы, и очень хорошо, к счастью, удерживают запах, что тоже немаловажно. А на этом слайде представлены те повязки, которые у нас с вами есть и будут. Это наше российское производство повязки, многие с ними знакомы. В данном случае это повязки, вот в частности, верхняя, это повязка травматическая с химотрепсином, то есть это химический способ очищения раны. Вы наложили повязку, она пропитана ферментом, снаружи вы положили либо впитывающую пеленку, либо марлевую повязку, и можете эту повязку пару дней совершенно спокойно не трогать. Это ниже повязки гелепран. В частности, вот этот гелепран, который на картинке, он с ледокаином, и это очень хорошо для наших пациентов, поскольку, несмотря на все препараты, о которых только что говорила Гозефелма, к сожалению, местные вещи все равно болят, все равно это травмируется, пациент одевается, либо переворачивается, и это причиняет им ряд больших неудобств. Это альгинатные раневые покрытия, это, в частности, гемостатические покрытия. Это актуально, конечно, для раков ротоглотки, для раков носоглотки, кожи и для раков желудочно-кишечного тракта и гинекологических раков. В данном случае эта повязка накладывается и осуществляет местный гемостаз. Более того, у нас с вами есть средства для местного гемостаза и другие. Это наш отечественный препарат гемоблок, это гемостатический раствор, который вы нанесли на любой марлевый носитель, положили на рану. Еще раз объясняю, что он подавляет массивные местные кровотечения. Он не предназначен для остановки кровотечения из крупных артерий и так далее. Но если у вас есть распадающаяся опухоль, например, молочной железы большого объема, если у вас есть распадающаяся опухоль желудка, он жидкий, пациент его может выпить. И я знаю в Москве наших коллег, которые этим пользовались в детской практике, когда ребенок этот препарат принимал внутрь через рот, он совершенно на вкус не противный. Ради интереса я его попробовала просто на вкус. То есть вполне приемлемый вариант. Не очень хорошо, например, для гинекологов он подходит, для раков, например, вульвы, влагалища, когда это смачивается тампон и вставляется, соответственно, в половые пути. Ну, опять же, гемосорпа, о котором я только что говорила, и Суржеселл, всем хорошо известный, который мы не знаем на сегодняшний день, останется ли он на рынке в России, хотя большую долю рынка он занимает. В основном, конечно, им пользуются хирурги любых направлений, но в частности, вы видите, кроме коробочек, вы видите и сами эти повязки, они находят на основе оксицеллюлоза, то есть они не прилипают плотно к ранам, они достаточно легко с них снимаются. Есть три разновидности, они здесь все представлены. Это обычный Суржеселл, это Суржеселл фибриллар, который в себе содержит фибриноген большое количество, и Суржеселл сноу, да, в основном им пользуются нейрохирурги, но также вы можете его использовать при наружных распадающихся опухолях. Достаточно хорошо все эти три препарата себя показали на практике. Сразу еще раз хочу сказать, что если вы пользуетесь готовыми перевязочными материалами, я вас очень прошу, их не нужно, пожалуйста, усовершенствовать каким-либо образом. Поймите, для того, чтобы выпустить на рынок любую повязку, неважно, на отечественное производство или зарубежное, люди проводят очень много лет, очень много испытаний, на это тратятся огромные деньги, и когда вам приносят в клинику готовую повязку, вы просто берете эту повязку, ею пользуетесь и снаружи просто добавляете какое-то впитывающее вещество, марля, пеленки, памперсы и так далее. Не нужно ее пытаться усовершенствовать, не нужно на эти повязки наносить бетадины, повидон йоды, мирамистины и так далее. Во-первых, вы абсолютно не знаете, как они, эти вещества между собой взаимодействуют и как они взаимодействуют. И человек ведь может дать в том числе и аллергическую реакцию на эту повязку, у него и так, в общем-то, ситуация достаточно тяжелая. Во-вторых, почему я многие годы уже говорю о том, что, конечно, нужно стараться использовать готовый перевязочный материал, потому что у них есть определенные преимущества. Это они комфортны для пациентов, они, конечно же, удобны как для вас, так и для родственников, если пациент, например, требует более частых перевязок. Они достигают хорошего косметического результата, и пациент может, например, выйти из дома, если он находится дома, даже если он находится в хосписе, и он хочет, чтобы вы его там вывезли на улицу, например, побыть на воздухе, конечно, человеку бы хотелось тоже себя чувствовать нормально, абсолютно социально адаптированно. Конечно, это позволяет уменьшать частоту смены, и это значительно дешевле. Очень часто мне на лекциях задают вопрос, почему я считаю, что это дешевле. Коллеги, я вам могу объяснить, почему дешевле. Предположим, повязка стоит 100 рублей условно, и вы считаете, что это дорого. Но давайте возьмем в другую сторону вопроса. У вас пациент находится в стационаре, и вы, например, его перевязываете в мазю левомиколи. Если это, например, какая-то большая опухоль, условно молочной железы, у вас уходит тюбик левомиколи, который стоит порядка, по-моему, сейчас 70 рублей, у вас уходит марля или бинт, у вас это ваши прямые затраты. Но вы еще не учитываете непрямые затраты. То, что вы сняли бинт, вы его обязаны уложить в пакет соответствующего класса отходов. Этот пакет должны утилизировать. Этот пакет тоже стоит денег. Более того, мы должны учитывать работу медицинской сестры или врача, если он проводит перевязку. Мы должны учитывать амортизацию оборудования, потому что пациент у нас находится не в вакууме, он находится у нас в стационаре, либо дома, но есть вода, свет, газ и все остальное. Эти непрямые затраты, они существенны. И поэтому, если посчитать то, что называется на круг, то, без сомнения, готовые перевязочные материалы, они становятся значительно дешевле. Более того, сейчас, к большому счастью, они значительно доступнее стали. Сразу могу сказать, вот на этом слайде представлены гастростомы. Это моя боль. Я думаю, что это боль Дианы Владимировны, которая выступала вчера, потому что верхний левый слайд – это готовая гастростома. Вы видите, она трехходовая, с баллончиком, который раздувается. Эта гастростома – идеальный вариант, назовем это так. Ниже под этим слайдом представлена тоже гастростома. Гастростома – функционная, которая наложена у пациента. Вы видите, что она перекрывается. Пациент может регулировать как поступление пищи, так и воды. У нее есть сменная часть, и, соответственно, если есть необходимость, или она забилась, или что-то, ее можно прочистить, промыть и так далее. А вот на правой части экрана вы видите гастростома, когда у пациента введен фолеевский катетер обычный, а на слайде ниже – это катетер Петцера введенный. Сразу могу сказать. Оба левые слайда, к сожалению, мы с этим сталкиваемся регулярно. Я прекрасно понимаю, почему, потому что далеко не все учреждения, к сожалению, к большому, закупают гастростомы нормальные, как это делается во всем цивилизованном мире. И поэтому у нас встречается все, что угодно в виде гастростома. Более того, вы ведь должны понимать, что если в катетере фолея там еще хотя бы возможно раздуть баллончик, то катетер Петцера, если вдруг кто-то не знает, посмотрите его конструкцию в интернете, там ничего не раздувается. То есть вот эту часть расширенную вы устанавливаете в желудок, там либо в кишку, либо куда вы эту стону ставите, ее снаружи обшивает. Вы видите на нем вот эту синюю ниточку, которой он просто-напросто подвязан в том числе к коже. И на нижнем слайде левее самой трубки катетера Петцера вы видите опухоль, которая уже сюда проросла. Поэтому ни о каком герметизме, без сомнения, в данном случае говорить нельзя. А если у нас у больного гастростом при сохраненном, допустим, желудке неоперированном, то не забываем, что в желудке ведь есть соляная кислота. И, к сожалению, все эти наши пациенты несчастные, которые приезжают с абсолютно съеденной вокруг кожей, к которым невозможно подклеить ничего, невозможно адаптировать банальный колоприемник, чтобы хотя бы эту кожу как-то залечить, это большая проблема. Почему внизу стоят эти три пункта? Что нельзя использовать бинт, нельзя гастростому заклеивать пластырем, потому что то, о чем я только что сказала, раздражение кожи, гипергрануляции, инфицирование, и если еще дополнительно это рано нагноиться, это, конечно, большая проблема, потому что эти трубки, кроме всего прочего, бесконечно вылетают. Плюс, поэтому же и нельзя использовать перекись водорода для гастростом, потому что, если вы вспомните формулу перекиси водорода, H2O2, то тогда становится понятно, что при взаимодействии с окружающей средой, с окружающими тканями, к большому сожалению, у пациента на том или ином этапе разобьются гипергрануляции, то же самое касается повидон йода, и сейчас я говорю именно конкретно про гастростому. Мы не говорим, что нельзя использовать бинт при перевязке руки или ноги, нет, конечно, мы говорим с вами сейчас конкретно только про гастростому. Трахеостома. Тоже очень частый вид стомы, либо постоянный, либо временный. Это большая проблема для пациента в плане ухода, но как ни странно, несмотря на то, что трахеостома используется уже сотню лет, очень часто мы встречаем неправильный уход за трахеостомой, как ни парадоксально. Во-первых, за трахеостомой уход осуществляется за трубкой, за самой ежедневно, параллельно с уходом за полостью рта. Если у вашего пациента рот открывается, например, у него рак языка, либо рак гортани, либо рак челюсти, и у него, допустим, рот открывается хотя бы как-то, обязательно нужно осуществлять уход за полостью рта. Более того, вокруг гастростома находится всегда марлевая повязочка, и ее желательно проверять, чтобы она не была излишне сухой, ее можно смачивать. Почему? Потому что, когда человек дышит через сухую марлю, у него поступает абсолютно сухой воздух, и представьте себе, если вы два часа разговариваете, или вы бежите с открытым ртом, что возникает? Нам самим становится тяжело дышать, не говоря про человека, который болен, и у которого нет возможности в принципе нормально дышать без этой трубки. Обязательно нужно выполнять санацию трахеостомической трубки, потому что она забивается слизью, она забивается мокротой, она забивается очень часто тканями распада опухоли, и более того, с чем мы регулярно сталкиваемся. Вы все, я надеюсь, понимаете, что гастростома, у трахеостома у нее есть внутренняя трубка, так вот, эту внутреннюю трубку, вкладыш, ее тоже нужно периодически доставать и промывать любым антисептиком, потому что между основным кольцом трубки и этим вкладышем зачастую забивается слизь, она там превращается практически в камни, да, и в такие, в кальцинаты, и потом очень сложно с этой трахеостомой работать. Конечно, обязательно проверять, надежно ли фиксирована эта трубка. Трахеостомы тоже бывают совершенно разные, функционные, обычные металлические, пластиковые, силиконовые, их сейчас большое количество, но в любом случае нужно понимать, что при неаккуратном обращении с трахеостомой она может либо провалиться, либо выпросить, тогда человек просто задохнется. Кроме того, тесенки на гастростоме нужно менять, менять их нужно регулярно, по мере загрязнения, а не тогда, когда они стали уже черного цвета. И если у вас есть раздражение вокруг гастростомы, допустим, то возможно использовать как цинковую пасту, так и пасту лосара, банальную самую, которая стоит совершенно недорого и, в принципе, я думаю, доступна в любой аптеке страны. Поэтому это все, что я вам хотела на сегодня сказать. Нашим пациентам обязательно надо помогать, нужно обучать их родственников, потому что это облегчит и вашу работу. Но вот эта картинка здесь не случайна. Вот до этого состояния медицинским работникам не нужно доходить, потому что мы должны осуществить грамотный уход и грамотное информирование как пациента, так и его родственников. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok